Почему русские комментаторы никогда не комментят с Тоби? Потому что русские комментаторы не в такой степени знают английский язык. Не, ну и Тоби не знает русского языка, к сожалению. Надо будет его намошнить, чтобы он учил русский. Я ему прямо сегодня в скайпе напишу. Тоби, начинай учить русский язык. Приедешь на финалы Старладера, чтобы уже знал русский. БКБ, ПГГ, это уже там все, наверное, знают. Тоби научился говорить хвост уже хорошо. Ну да, это вам не иксбокт, как раньше. Так, Тайтхантер и Каза с брудой отъезжают. Кстати, Фурион до сих пор у нас актуален. Интересно, будут ли его брать. Ребята, играющие у нас здесь. Моус Спортс, Квантик, все нормально. Блин, я даже нормально титры повесил. Как про, слушайте. Я, наверное, даже камеру сейчас пока выключу, чтобы я своей физиономии вам не надоедал. О, да, сейчас такой. Опа, и пропаду. Требую стрим Вилат, Касп на английском, Тоби на русском. Это будет просто хардмод, друзья. Так, что... О, Рексар у нас отъехал. Сразу же Чен появляется у нас. И Фурион. Вот так вот. Видимо, команды решили все-таки побаловаться у нас. И, возможно, из этого что-то выйдет интересное. Шадоу Шаман также у нас присутствует. Да, куда уж без Шадоу Шамана-то. Хм... Я могу просто помолчать пока что после пика антимага. А вообще, то, что забрали Расту сейчас, ребята из Квантик, они как будто, я не знаю, в воду глядели. Раста, наверное, один из самых лучших контрпиков по отношению к антимагу. А Мауза по-любому смотрели только что игру. Команды ЕГЭ. Думают, если ЕГЭ из такой опы вылезли, то и мы тоже вылезем. Все будет хорошо. Сейчас посмотрим, получится ли у них это сделать. Рейдж Пик А.М. Кристал Мейден. Ну, давайте еще наберем героев с маной, чтобы антимаг мог делать, там, 5 рипл килл. С одного каста. Хотя у него и так кастов вроде не так уж и много. Ага. Продолжайте писать комменты на сайте Старладера. Я знаю, что вам может быть неудобно, но оттуда я тоже комменты читаю. Причем почаще, чем с Мирки. Почему стримеры украинские толстенькие? Ну, как сказать. Много разных факторов, влияющих на это. Так что не берите в голову, друзья. Как там? Красивый в меру питанный мужчина в самом расцвете сил. Что-то такое, вроде бы, Карлсон нам заряжал. Так, спрашивают. Версия же Лейтест? Ну, да-да-да, друзья. Версия у нас Лейтест была, так ведь? Все, отлично. Морфлинга забанили. Это как? Это зачем? Очень интересно. То, что у нас минус морф. Действительно, слушайте. Что-то, что-то странное явно у нас вырисовывается. Но у нас по-прежнему остались всякие... Хотя я не знаю, кого они там будут. Найксы, Войды, Виверы. Может быть, Дум какой-нибудь. Почему бы и нет? В чем черт не шутит? Нет, там... Варлок, Варлок, Машник. Привет, конечно, Варлоку. Может, он там что-то от меня в скайпе хочет? Да нет, вроде бы. Венчфол Спирит. Радиант Тим Пик. Дайор Тим Пик. Ох ты ж, е-мое. Что тут понабирали, пока я отвлекся в соседний монитор? Джакира и Венчфол Спирит. Что там? По страте минус армора будут заезжать? Еще Дазла сюда, вот. Чтобы вообще антимакс одного удара минус четыре делал. Это будет победа. Ну, Джакира, конечно, говорит о том, что ребята из Квантик, может, и собираются быстро пушить. Пассивка у него очень крутая, у этого героя. Если кто не в курсе, она палит все, куда попадает. Вышки тоже. 125 хп вроде бы взобревает. Ну, наносит, точнее, 125 урона. По того, рам. Что, в принципе, очень-очень круто. С одного-то залпа. Кого же возьмут на кэрри должность парня из Квантик? Первый вопрос. Вопрос дня, скажем так. Ну-ка, ну-ка. По линиям пока непонятно немного, как по мне. Чен, понятно, в лес уходит. В мид пойдет пока еще не ясно кто. Может быть, антимакс с кем-то. А может быть и нет. Сейчас мы это выясним. Пак. Это претендент на мид, я так понимаю. Антимак тогда в легкую. А, ВР-ка может пойти терпеть сложное. Акс! О боже! Это же... Это нож, друзья. Это акс. Это просто стронг дота. Квантик Эдишн. Вот это хорош. Так, ну что. Включаю пока шоу-скор. Вот это... Где-то я тут потерял. Вот это я потерял. Да, это мы выключаем, друзья. Добавляем себя здесь. Всем еще раз здрасте. И начинаем смотреть за дотаном. Ну что ж. Доброго времени суток всем, дорогие друзья. С вами по-прежнему Каспер. С вами по-прежнему Старладер ТВ. И у нас последняя игра на сегодня. Маус Спортс против Квантик. Пики. Составы следующие. Секси Бамбуи у нас играет на Виндранер. Демент. Маус Демент, если кто не понял. У нас играет на Ченя. Трикси. Антимак. Синг-синг. Синг-синг у нас на паке. И Рекси на Венжфул Спирит. Команда... Миза, хватит обузить приветы. Команда Квантик. Мигель у нас играет на Аксе. Маня, ТХД, Энджел, Раста, Рис, Кристал Мейден и Линк на Форионе. Вообще, тут сейчас можно так вышку задавить жестко. То есть Акс становится между Товеров. Акс просто забегает между Товеров. Раста там или ТХД просто стоят вместе с ним. И делайте, что хотите. Сейчас посмотрим, будет ли это так. Либо может что-то у нас изменится. Сейчас у Квантиков будет квест закончить игру там за 20 минут, грубо говоря. Я пока обновлю, может, комменты какие-то написали интересные. Пока там ребята забегают. Черт, я сейчас куплю этот Opel, пишет. Да, мне кажется, надо будет потом это сделать. Будут ли повышать призовые в следующих сезонах? Отличный вопрос. Вообще, это возможно. Я думаю, что так и будет. Все будет зависеть от того, как организации и спонсоры поддержат этот турнир. Если все пройдет отлично в первом сезоне, то увеличение призовых более чем вероятно во втором сезоне. Просто посмотрите на эту засаду. Это просто... Вот сейчас Демент, он мог пожалеть о том, что здесь появился. Кстати, вардов пока тут никаких не ставят. Ставят под Штопчен. Не пулил крипов. Вообще хорош. Слушайте, остается забирать крипов только отсюда. Ну и отсюда. Отсюда никаких нормальных крипов нет. Отсюда шанс меньше, конечно, чем с вот этого толстого спота. Этот, понятно, сами палят. Ну и к этому просто не пустить. Короче, вообще план Капкан просто отличный. Мигель у нас уже начинает быковать. Смотрит на свой же вард. Отлично. Все, поехал, поехал. В атаку. Акс, кстати, у нас бафнутый. Имеет 190 урона с контргелекса на последнем левеле. Опа, прибежал Рекси на хосте. Просто не прощает Мигеля. Рекси не прощает. Останется ли нож во второй заставке Старладера? Или в заставке Старладера ко второму сезону? Тьфу ты, е-мое. Пора, 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 наверное, немножечко подсобраться. Не знаю. Я думаю, нож останется в наших сердцах навеки. Линк внизу пока против Синг-Синга. А тут у нас, друзья, просто начинается атака на Рекси. Рис, колба, колба. Три секунды, две. Не, да ну просто гнать же нужно, эту Вингу было оббежать. И сейчас Маня может ответить. Это возможен Ферст Блад. Слушайте, да, Маня сейчас должен умирать. Секси Бомбои прогрызает дорогу. Брис, фаер. И нет, все-таки. Так, заблочил. Есть, прокрутился Мигель. Хорош. Сэмочка уже с Фурионом здесь не прощает. Сразу же горелка на Демента. Дементу нужно что-то делать. Нужно что-то с этим решать. Аксу главное сейчас не отдаться. Вот его стана просто нету. Так, Мигель. Мигель крутится просто как мог. Еще один. Как он просто завертел эту Вингу. Разорвал в клочья. На колбасу порезал. Еще одна ТП на Тауэр. Винга. Винга уже у нас здесь, друзья. Все. Она уже готова к экшену. Ready for action. Кто там у нас говорит из героев? Энджел в миде против антимага. Вот Рикси тут явно будут проблемы, судя по всему. Да, тут форкидами. Пока не прощает у нас Энджел. И Секси Бомбоя. Секси Бомбоя лучше, наверное, сюда не залазить. Кстати, вот как они там вышку будут пушить, еще непонятно. Что у них там будет дальше? Ну, понятно, что Рис будет обходить с фланга. Вот у него аура регена маны включена. Точнее, проучена. Все отлично. Опа, тут у нас врыв в мид. Врыв в мид. И это, друзья, будет минус Энджел. Это будет, скорее всего, сейчас 3-2 в пользу команды Маус Спортс. Да, стан один. Стан второй. Подрезают Энджела. Энджел бежит. Энджел фармит крипов. Ах, не получилось зафармить еще одного. 220 голды забирает себе Чен. Трикси остался. Пока что не удел. Да что ж такое, что ты так чешешься? Это к выпивке, но... Нет. Сегодня точно никак. Наверное. Так, сейчас посмотрим, что у нас тут. Ага, понятно. Так, Мигель готов. Выжидает момент. Запулил крипов. Так, минус армора твинги. И по аксу, кстати, не попал. Это очень приятно. Ну все, можно ведь стоять и на пофиг их разрезать. Правильно-правильно все делает здесь Мигель. Эх, умирает крип. Чен переманил себе волка. Кстати, с волком могут быть трудности. Выжидка тут, кстати, почти уже умерла. Посмотрим за маней. Маня в левел 2. Маня, маня. Я пассивку должен, наверное, максить. Хотя и... Долбриз. Долбриз тоже очень крутая тема. Мигель, кстати, классный, да. Крипов к себе сюда отвел. Стоит себе со 100 от шилдом. Еще помогает. ДХД периодически. Вообще все круто. Катапульту здесь запилить. Вообще все шикарно. Тут опять врыв мид на Энджела. Сейчас Энджел будет снова фармить крипов, я так понимаю. Да, стан, волк грызет, минус Энджел. Фраг достается АЭМу. Вот так вот. 4-2. Трикси уже 1000 голды имеет у себя в кармашке. Посмотрим за крипстациями. Трикси 16-4, Энджел 17 на 2. Но идут они, конечно, вровень, только Энджел умер уже 2 раза. Демента 2 фрага, Трикси имеет 1 на своем счету. И 1 раз просто кто-то скончался. Тауэр. Тауэр почти уже мертвый. Что там у ТХД? ТХД, кстати, Дуал Бриз себе выучил на уровне 3. Шаклшот, отлично. Так, ЦМочка. Колбу. Фурион прилетает. Дуал Бриз. Минус Экси Бомбоя сейчас должен быть. Он пытается убежать там под Финдраном, но нет. Акс, Акс горелочкой своей не прощает. Да, и это будет минус Тауэр. Пятая минута, вышка умерла. Экшн гейм, пишет Риз. Да, правильно, все. Но тут только таким сейчас Макаром и можно выстоять. Трикси там сейчас с дабл дэмэджем еще ко всему в придачу. Ему только Ринг оф Хеллс прилетел. То, что антимага сейчас только Ринг оф Хеллс. А тут ребята могут за счет Тауров нормально себе денег на хабатить. Сейчас посмотрим, что у нас там вообще по деньгам. Вот за счет вышки пока там что? Плюс 1000 у нас есть. Уступает на один фраг сейчас Квантики. Но они могут продолжать давить дальше. Четвертого уровня не хватает ТХД для того, чтобы изучить вторую пассивку. Замедление атаки 30% мало того, что в радиусе еще и 15 ДПС. Очень неплохо. 5 секунд будет дамажить. Мигель тут уже готов врываться. Ну и Линк, Линк старается тоже пушить линию. Где пеньки? А, маны, маны пока нету на пеньков. Так, а Мигель пока здесь... О, у Мигеля тоже есть уже Ринг оф Хеллс. То есть Харайсы ему уже практически не страшны. Как только... Только хотел сказать, как только у Мигеля появится вангвард, он будет почти неубиваем для такого уровня героев. Если, конечно, на него не накинуться там втроем или там вчетвером. Тапок только ему еще нужен. Маня летает, у него прям течет просто. Огненная жижа изо рта. На! Залепил крипа. Хейст Упака. Кстати. Что он тут будет делать? А, Сингсинг готов залетать сейчас в мид. У Сингсинга 1000 голды. Да, раз-то опять у нас здесь встревают. Но Энджел, как обычно, по дефолту фидит. Минус Энджел. Так, понятно. О, хохошенький! Как там ульт? Фурион это пробил Сингсинга. Сразу же выпивает фласочку. В это время Мигель продолжает, продолжает тусоваться. Здесь втроем на топе Риз, Мигель и Маня. Маня, кстати, качнул Айспас. То есть, видимо, пассивку он не особо намерен качать. Это пассивка действительно очень-очень жесткая. Но, учитывая то, что есть акс, это не так принципиально. ТПшится Фурион. Нет, Фурион не ТПшится. Мигель, шоколшот. Тауэр крепит. Пауэршот мимо. Так, Айспас. Цепляет Демента. Риз, дал ОХП. Еще один удар. Есть, минус. Ачен, Ачен уже на Киллинг Сприт. Друзья, связывают Мигеля. Тут два рейнджовых, три рейнджовых героя. Да что ж ты будешь делать? Нейнчерс Профи тем временем забрил Венчфул Спирит. Но у Мани... Нет, не у Мани, у Линка здесь проблемы. Да, пытается, пытается блочить, блочить как-то. Чен здесь рядом, у Чен... А что они гонятся вообще за Линками? Я не понимаю. У них же нечем фактически за 150 секунд до Дримс Койла. Что тут у Мани? Да, Мигель, кстати, до сих пор без тапка. Ему нужен тапок критический. И очень жестко решает то, что тут Димент рейнджовый, Секси Бамбой рейнджовый, Венга там минус армор кинула, тоже рейнджовая. Ну и вот Пак, собственно говоря, тоже имеет рейндж атаку. То есть только антимаг, по сути, может стрельбовать от Мигеля. Все остальные, ну вообще, Виолетово абсолютно. Главное сейчас не подпускать Сингсинга к крипам. И вообще все будет отлично. Гореть он будет просто адски. Адски. Третья уже горелка. Третья горелка. Ну понятно, максит ее товарищ Мигель. Миддл Тауэр у нас отлетает под натиском вардов и четырех героев команды Квантик. И они направляются вниз сейчас по душу Сингсинга. Вардов нет вот здесь. Никто ничего не видел. Квантики, Квантики или спалятся вот здесь. Дименток должен пойти и спалить. Да, Сингсинг сейчас видит, что за ним выехали еще. Но тут даже бить не надо, да. Минус от Мэйчерс Профита. Опа, Димент! Ну, можно было цепануть. Нет, сеточка далеко. Далеко слишком находился. Тут Савух этим временем заморозили, чтобы не торнадил. И сейчас будут забревать. Тут еще вышку, слушайте. Вот это действительно экшн. Дота! Опа! Риза! Риза здесь связали. Димент спешит, чтобы... Кину тестовый фейс! Винус Димент! Отлично! Играют пока что Квантики. Точнее, плохо сделал все Димент. Маня! Да ладно. Нет, Маня выживет. Маня стики. У Маня все хорошо. Все, бьем Тауэр. Выигрываем в Доту. Сколько? Шесть хп осталось от пауэршота. Вот это хорош. Все, пора отсюда сваливать ТХД. Что будет собирать себе дальше Маня? Это тоже, кстати, хороший вопрос. Мигель тут, понятно, уже с тапком. Трикси. Вангуардик. Кликнул на Чену, думал, Чену Вангуард. Да нет. Точно никак. Трикси, конечно, пока еще вроде много не нафармил. Сейчас посмотрим, кто в личном значоке у нас вообще лидеры. Лидер у нас пока что Мигель. 3.680. Энджел. 3.5 тысячи. Игроки одной и той же команды, если кто не в курсе. И Трикси 3.200 нафармил. Вообще по фарму уже более трех тысяч преимущества команды. Кванти Гимминг. Главное не отпускать натиск. Пользоваться, пользоваться. Сейчас там всякие хедрески. Баклер нужен. Вот тут без Баклера вообще будет тяжело. Где? Где Баклер? У кого Баклер? Баклер мне запили. А, Мека уже есть. Фу, ты какой Баклер. Тут уже Меказма 10 минута у Линка. Все отлично, друзья. Все по плану. Уже можно нормально карусели устраивать. Опа, Мигель. Знает, что он здесь. Там вардом его палят. Да, Мигель сразу ловит просто массу демеджа. И умирает, кажется, Мигель. Да что ж ты будешь делать? Маны у товарища не было. Просто банально. И жаклшот. Какой хороший пауэршот по Линку. Ей, сразу же Меказма. У Дуал Бриз. Минус Рекси, скорее всего. Да, Рекси отлетает. Маня лоу хп уходит. Варды от расты. Энджи ловит Рикси. И будет минус Рикси. Нет, Рикси выживает. Уходит Рикси. Маня должен просто его сейчас разбирать на части. Дуал Бриз. Отличный минус. Виндранер остается один пак. Так, один Синкси на 400. Ох, 100 хп осталось. Что такое? Все, это будет минус Т2 Тауэр в миде. Отлично. Тауэр мне запили. А, вардов нету. ТХД улетел. Я понял, никакого минус Тауэра у нас не будет. Просто так, ребята, решили поддусоваться. Окей. Еще минус армор. Так, Рикси. Рикси пока только пятый. Шестого уровня нету. Цемочка. Левел 6, конечно, круто. Энджел. Форкет. Все как положено. Клоака. Немаловажно. Учитывая то, что сейчас очень жестко решает именно магический урон. То есть физического урона там практически не получают. За счет того, что у антимага нету шмоток. Ну, ВРК разве что. Вот, да, с фейзами неплохо может подрезать. Ну, и также минус армор. Не будем про него забывать. Ну, конечно, Клоака тут пожестче, наверное, тащит. Со всеми этими пауэршотами и прочей нечистью. Клинка 700 голды. Что будет клинк собирать дальше? ВРК находит реген. Как-то вообще квантики сейчас успокоились. Что-то здесь явно не так. Надо сейчас просто пойти в атаку и постараться забрить еще хотя бы там одну вышку. Натопит вышка фуловая. В миде немножечко подкоцанная. Ботом лейн тоже по сути фуловая. В смоке. Под вардом. Отлично. Сразу же Демент. Уходит. Две урсы. Можно было обцепануть, убить. Счет 10-9 мы видим. Преимущество пока что вот потихонечку уходит вниз. Антимаг ушел вниз фармить. У антимага ПТ уже в ангвард. Нельзя допустить, чтобы он собирал себе какой-то демидж артефакт. Или левел большой получил. Сейчас он будет уже 11, будет уже неприятно. Опа-ча, тут поймали Демента, посмотрите. Есть минус Демент. И Секси Бомбоя тоже отхватил горелку Акса. Нужно, наверное, отойти. Она там левел 4, я уверен. Но то, что у него сейчас тут 350 кп, я бы на его месте так не обольщался. Потому что нужно сваливать срочно домой по-хорошему. Минус вышка. Борды были немного необоснованы, как по мне. Нужно, наверное, было поставить их где-то здесь. Сейчас могут спокойно заходить на ХГ. Квантики? Ну как спокойно? Они, конечно, будут поддерживать этот темп. О, действительно. Смотрите, да, с пеньками. Зашли. Пауэршот. Не, не слышал. Все, загорелся Секси Бомбоя. Шекл. Связал Риза. Тауэр терпит. Тауэр терпит. Сейчас еще должна быть пассивочка. Опа, поймали Риза здесь. Бедную одну ЦМку. Хех сразу же на трикси. Ловят. Есть. Макропира. Риз выживает. Выживает под шквалом атаки. Товарища. Товарища антимага. Да, но забрали пака. Джакира забрил пака. Уже неплохо. Джакира пассивка. Блин, вот максил бы пассивку. Все было бы круто. Хотя, не максил бы дуалбриз. Не было бы такого большого урона. Начнем с этого. Да, вышки забили в 600 хп. Кажется, на этом атака пока немного остановилась. Риз вынужден отойти на базу. У Энджела 28 секунд до вардов. Дуалбриз, минус крипы. Все. И начинает гореть тауэр. Шекл. Четко, кстати, линку вернулся в последний момент. Но зато пауэршот поймал. А ЦМка подпушивает мид. Вот пользуясь моментом, пока парни тусуются на топ-плейне, ЦМка подпушила мид. Хотя, тут вроде тележка есть. А, вот сейчас антимаг. Антимаг переагрил, да, на себя. А тележка его игнорирует просто. Все равно только один выстрел сделала. Конечно, очень мало. Но сейчас за счет Хикса Энджела могут, конечно, и затащить. Могут держать Трикси, контролить очень четко. Маня. Трикси, конечно, смотрите, не дает ему пока жизни. Вард еще на хайграунде здесь стоит. Просто провел к вышке. А тут могут поймать Сингс? Нет, не ловят здесь Сингсинга. Улетает у нас товарищ домой, товарищ Риз. Ставится здесь вард у нас на хайграунде. Точнее, он стоит достаточно уже давно. Поставили только недавно парни из команды Dyer. АК Маус Спортс. Сингсингу нужен даггер. Без даггера будет чрезвычайно тяжело маневрировать. А вот у Линка сейчас действительно огромные проблемы. Сейчас главное не попасть под Шеклшот. Вот он, вот он Шеклшот. Вот он, крип моей мечты. Отлетает у нас Линк. 450 демаджа заехало только что. О-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Да. Пока что на топе тусуется. Ну, вард стоит, вард палит. Сингсинга сразу же... Оу! Поймали Сингсинга! Да как это вообще может быть? Не успел уйти товарищ и... Подхил даже потратил. Да все потратил, бедный Чет. Эть! Убил! Да ладно! Вот это был лол! Это такая жесть, друзья! Это просто... А-а-а! Пактушкой просто улетел на базу. Выкупается пак. Минус Тауэр. Минус Т3 Тауэр на топе. 17-ая минута. Крипа переманил. Хорош. Акс продолжает раскидывать горелки по кулдауну. Ульт Фуриона заезжает. Бараки потихонечку падают. Варды главное, чтобы сейчас еще крипов отбили нормально. Будет вообще все шоколада. 2000 Акса. Нужен ему, безусловно. Оооо! Неужели Трикси влез? Да ладно! Что ты будешь делать? Агре Трикси! Это минус Трикси! Это минус линия, друзья. Нет, антимаг выкупился. Хорошо. Продолжаем, продолжаем тратить байбеки. Но мне нравится, как квантики на шоколшоты стоят. Все ловят. Просто вот что не ловят шоколшот, то пауэршот ловят. Так. Вышку, вышку. Вот вышку. Барак. Нужно просто добить барак. Так, Трикси. Еще раз может стрять. Да, агре Трикси на Акса. Есть слаб от Рекси. Ух ты, Монтимог. Как залупил-то плюшечку сочную. Закрыл деревьях. Тут хурет. Есть новая. Отлично. О, Триза. Бараки упали. Хорош, хорош. Бараки упали. Это самое главное. Все. Теперь можно просто отойти и забить на всех. Просто большой-большой болт. Маня, конечно, сейчас на развороте. Ай, ай, спас. Но это минус маня. Это минус маня. Виндранов забирает. Доминейтинг был, кстати, у Джакира. Но минус линия. Это уже неплохо. 18-ая минута. Риз. С ПТшечкой. Ну, наверное, пора уже как-то что-ли врываться. Я не знаю. Антимагу покруче, чем до этого. До этого он врывался и умирал. А сейчас ему нужно просто подождать момент, пока пройдет драка. Немножко. И потом пойти подрезать. Так как там много кастеров. Все, по сути, кастеры. Ну, за исключением Акса. У него всего 429 маны. А там Фурион почти 1000. Раста 1000. ЦМка 600. Тут почти 1000. И в кого-то из них хорошо залупить плюшенцию. Так. Опа, поймали тут троих. Да слушай, что ж такое? Эйджел. Подхил еще идет. Синг-синг пока держится здесь. В деревьях. Вот Линку, наверное, не стоило пока залазить. Нежданчик вообще поймала Раста. Три героя. Внезапно. Так, летит Виталити Бустер. Виталити Бустер у нас Ризу, походу, летит. Кому он летит? Нет. ЦМка еще не нахабатила себе на Виталити Бустер. Что-то до мани. Да. Будет ли мания Аганим собирать? Мне вот это тоже интересует. Аганим для Джокера очень неплохой артефакт. Акс на Фейзах. Нету у Акса Аркана Буйцов. О, Буйцов. Буйцов. Прошу прощения. А Даггер купить было слабо, походу, ему. Окей. Так, Трикси. Трикси с Владмирсом уже. Хороший артефакт в данной ситуации, потому что нужно большое количество аур всевозможнейших. Там барабаны, мейки. Ну, пайп какой-то тоже необходим тут, я думаю, безусловно. Без пайпа тут вообще будет очень туго. А так как есть Чен, то действительно, вот этот прокаст, если, конечно, Чена не зафокусят сразу. Прокаст Чен компенсирует очень неплохо за счет своего хила. Сколько? 200 дэмэджа. Еще действительно, мека пайп. Тут все, вот эта команда, она теряла актуальность в корне. А так у нас имеется что? Минус Т2 Тауэр на ботом лейне. Рекси, да ладно! Куда ж ты вылез, дорогой мой Рекси? Минус Т2 сейчас делает товарищи из команды Кванти Гейминг. Отлично подловили Винку. Винку, да еще и Секси Бомбоя там подставила так сочненько. Вот это просто подловили. Подло, подло, подловили. Так, Сатир мне понравился. Так зашел, как воеванул нас, то дамаги по всем. Ну, кажется, это будет минус вторая линия, друзья. Хотя, время спауна не такое уж и большое сейчас у игроков команды Маус Спортс. Но мы видим, что этого пока хватает. Для того, чтобы убить Тауэр. И убить Бараки, судя по всему. Мигель. Мигель тут пока терпит. Урона очень много, он может выдержать. За счет своего худа. Еще ману ему заливает. Рекси начинает прорезать. Рекси делает блинкаут. Но ворды убивает линию. Ворды убивают Бараки. Это минус Бараки, друзья. О, какой там демэдж поймал Рекси от ульта. Есть Макропира, замерзает здесь Рексину под хил. Просто моментальный дуал-бриз. Минус линия полностью. Уже антимаг ныряет сейчас за ЦМ-кой. Пытается ее подрезать. Нет ульта у АМа уже. Мигель, скорее всего, умрет. А тут все, скорее всего, умрут. У команды Квантик. Их задача сейчас просто максимально как-то поддержать, не знаю, по ДПСить пацанов, что ли. Попытаться сделать хотя бы лишний. Там один, два минуса, что угодно. Но вот Риз у нас просто сваливает пока что в Асфаясе. Маню тут втроем мстят за то, что он такой негодник. Помог пропушить уже вторую линию. 23-я минута, минус два лайна. Отличный результат. Тут уже крипы, кстати, идут. Барак бить. Да, сразу же идет инфа, что надо идти дефить. Как там больно! Вы видели вообще этот дэмэдж? Что такое? Ну, катапульту сейчас по-любому надо вырезать. Да, сейчас крипов быстро забрили. Плюс пять секунд. Все, минус барак. Это же вообще... Жесть. Некраулинка появляется. То есть пушим по максимуму называется у нас. Страта. У кого там еще у нас Некра будут, интересно? Аганиму Расты. Да, все правильно делают. Все очень правильно делают сейчас ребята из команды Квантик. Некра, Аганим, Расты. Что там Акс будет собирать? У Даггера он не стал собирать. Он больше укрепляется, чтобы максимально долго жить во время драки. Там у Граксы всякие и так далее. У него 1600 хп и куча резиста. У него физический резист, хотя не такой большой. 33. У него армора немного не хватает. Я вроде... Опа. Дримс Койл. Пак влетел. Сайленс на всех. Пак вроде ушел. Мигель там пока быкует. Тауэр отлетает. Да, Тауэр отлетает. Заденайл Тауэр Трикси. И Трикси сейчас может отлететь за этот динай Таура. Нет, Трикси уходит. Трикси уходит. Но минус. Т2 вышка в миде. Минус бараки на топе. То, про что я говорил. Буквально чуть-чуть отвлеклись и уже все. Вот эту линию бы еще подпушить. Но вот Фурион есть. Фурион, где ульт Фурион? А, Фурион походу по КД вообще ульт. Юзай для того, чтобы зажать противника на базе. У Трикси вообще сейчас демэджа нету. Просто вообще нет. Скажем так. Трикси уходит. Понимает, что сейчас вот... У него действительно сейчас горелка. Ему спалит там в три сотни хп. Добил крипа. Опа. Пак снова ворвался там. Сайленс. И улетел. Опа. Не улетел здесь Трикси. Это минус антимаг будет. Как? Нет. Ушел все-таки антимаг. Ушел он в таверну. Мертвым. Я вот к чему. Сразу же куча бонусного МСа у Мигеля. Мигель продолжает догонять. Опять подставил. Секси Бомбоя у нас товарищ Рекси. Но Рекси здесь должен по идее сгореть. Минус. Чен. Это топор, друзья. Вот просто. С вот этим тесочиной по спине. Бедному Чену. Бедному Секси Бомбоя. Вот сейчас просто разобьет лицо. Трипл килл уже сделал Мигель. Это ГГ, товарищи. Это просто гуд гейм. Ну как все. Тут осталось дождаться пока трон. Потому что умирает третья линия на 26 минуте. То есть это... Да, бесплатный телепорт домой только что был. Там Риз любит Бульбу у нас. Не знаю. Да, они там любят друг друга. ГГВП, друзья. ГГВП. Что тут можно еще добавить? Отличную игру нам показали Квантики. Доказали, что они не дно. Подсобрались после поражения от ЕГ. И сейчас, конечно, добавили себя в эту победу. Свой актив. Ну мы пока посмотрим, как трон будет умирать. Там трипл топор. Что-то еще и больше интересное. Вроде все понятно. Как бы. Просто загнали уже на базу. Нам макропиры и все дела. Что они вообще делают? Ну трон тут уже падает. Все нормально. Так, все готово. И я тогда сейчас сделаю. Сейчас, 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 сейчас. Вот. Готово. Так, мне нужен принт-скрин. Мне нужен принт-скрин. Окей. Хорошо. Спасибо.